Технический проезд по улице Шоссейной открыт. Раньше машины двигались в объезд по улице Казачьей. Теперь транспорт вернется в обычный режим и поедет по прямому маршруту по улице Шоссейной. Такая схема движения временная. Как только завершится строительство Фрунзенского моста, Шоссейная заработает на полную силу. Здесь будет четырехполосное движение. Пока движение по улице Шоссейной организовано в две полосы. А на перекрестке улиц Шоссейной и Народной включили светофор. В ближайшие, наверное, недели подрядчики там организуются и можно будет открыть движение уже целиком. Сейчас светофор снова работает. С утра сегодня здесь были представители подрядной организации, операторы, управляющие светофором. Мониторили ситуацию, смотрели, какие светофорные фазы оптимально подобрать, чтобы не было затора именно вот на этом повороте. По отзывам ситуация была нормальная. Каждый день так приходилось ездить. То есть, расскажи, были пробки сильные или как? Да, бывало, в час пик стояли. Конечно, так привычно всю жизнь ездили. Так намного удобнее, чем объезжать. Развязку, видно, сделали хорошую. Надеюсь, все будет супер. Сухой Самаркиль будет не хуже ездить теперь, потому что у нас два светофора. Получается, один вот с Волгаря выезжает, один вот здесь получается. Два мы теперь проезжаем светофор. Надеюсь, теперь будет лучше. Четыре полосы обещают открыть к концу августа, когда вся шоссейная будет сделана. Сейчас на обочине дороги устанавливают фонари и столбы для контактных сетей популярного маршрута троллейбуса номер 6. Пока он работает по временной схеме, доезжая до хлебозавода. Валерия Куценко, Дмитрий Мешканцов, События.